В небольших комнатах живут по 3-4 человека, спят на кроватях, которые явно сколочены на скорую руку. На них же сушат одежду, а также хранят еду, сменные вещи. Для обывателя это может показаться диким, но другие посчитают обстановку роскошной, мол, жили и хуже, по 8-12 человек. Деньги, кто выплачивает за работу? Это территория пилорамы в Заборье. Мигранты здесь изготавливают палеты и поддоны из древесины. И сюда же приехали полицейские вместе с оперативниками из УГРО, участковыми, сотрудниками ППС. Силовую поддержку оказывали бойцы СОБРа. Итог вполне закономерен. Удалось выявить 166 нарушений миграционного законодательства. Среди них 81 нарушение правил въезда, выезда, а также пребывания на территории Рязанской области гражданами иностранных государств. 61 нарушение ими установленного порядка осуществления трудовой деятельности в регионе. Выявлено 8 фактов организации незаконной миграции, в том числе 5 по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фиктивная постановка иностранного гражданина на учет. Умигрантов проверяют документы о пребывании на территории региона, а также наличие патентов, которые дают право работать. Нарушения есть и здесь, причем серьезные. Руководителю предприятия грозит внушительный штраф за наем иностранных граждан без имеющегося у них патента на трудовую деятельность в Российской Федерации. Двух иностранных граждан теперь выдворят за пределы страны и запретят посещать Россию в следующие 5 лет. Валерий Седов, телекомпания «Город».